здравствуйте здравствуйте дорогие друзья 19.00 по московскому времени я вижу уже присоединяются участники давайте пожалуйста проверим связь вы видите меня слышите все ли хорошо пожалуйста поставьте плюсики в чате так я вижу роман все хорошо все отлично мария замечательно количество участников увеличивается это приятно пожалуйста убедитесь что подключены наушники колонки звук но я вижу пока никого проблем не возникает так светлана присоединилась даяна уже пошли рекомендации на упражнения будут упражнения будут это для тех кто впервые присутствует на вебинаре итак раз никаких проблем нет все замечательно все отлично и этому очень рада мы с вами начинаем добрый вечер меня зовут наталья мозговая и сегодняшний вечер мы посвятим теме одежды и стиля how do i look как я выгляжу вопрос всегда актуальный на сегодняшнем вебинаре как описать свой стиль полезная лексика и грамматика мы рассмотрим роль прилагательных в английском языке порядок прилагательных предложений описание одежды стиле одежды полезные фразы и выражения так я вижу что софия не слышит и не видит пожалуйста обновите страницу или попробуйте зайти снова итак что же такое прилагательное адекват which the the words used to tell us more about people to sing some adjectives give you a section information about the now age size color and etc while other provide someone's evaluation or judgment about somebody or something nice hard beautiful and so on прилагательными нам дают дополнительную информацию о лицах и предметах Некоторые прилагательные показывают фактическую информацию о существительном, то есть объективном. Так, например, говорят о возрасте, размере, цвете. В то же время другие прилагательные могут указывать на чью-то оценку или суждение, о ком-либо или о чем-либо. Например, хороший, ужасный, красивый – это субъективное применение. Прилагательные обычно описывают существительные и стоят перед ним, и не изменяют своей форму. Это хорошее платье. Очень много полосатых носков в моем комоде. Иногда мы можем наблюдать такие примеры, когда прилагательное идет после глаголов. Таких глаголов, как «пыть» – «находиться» или «остановиться». При этом прилагательное также описывает существительное. The bag is blue. Сунга – какао. Синий. Прилагательные могут относиться к различным категориям, и каждый из них содержит ряд типов. Как мы уже сказали, в английском языке прилагательные могут быть фактическими, то есть объективными, то, что мы видим с вами, и субъективными. Fact adjectives – фактические прилагательные. Fact adjectives provide factual information about the object they describe. For example, color, size, material. Фактическая или объективная прилагательные отображают фактическую информацию, как ясно из названия в объекте, которую они описывают собственным. Это цвет, размер, материал, форма. Opinion adjectives – субъективные прилагательные. When we need to describe our thoughts about somebody or something, we can use opinion adjectives, such as nice, friendly, beautiful, and such. Когда мы хотим описать то, что мы думаем о ком-либо или о чем-либо, мы используем субъективные прилагательные, такие, как хороший, красивый, дружелюбный, ужасный. Все это наши мысли и рассуждения о ком-либо или о чем-либо. So, let's do the exercise, our first exercise. Давайте выполним наше первое упражнение. Choose the fact adjectives. Пожалуйста, выберите фактические прилагательные и напишите их, соответственно, в чате. Жду ваши ответы. So, choose the fact adjectives. Dark, scoffy, green, stylish, woolen, loose, leather, tiny, denim, silk, smart, nice, beautiful, fantastic. Old-fashioned, fetched. Gray, Светлана, замечательно, gray. Скала, цвет. Checked, lovely, baggy. Trendy, yellow. Green, gray, yellow, dark. Striped, floral, black and white. Черно-белый. Denim, да. Long, striped, Игорь, волосатый. Так, ваши ответы. Dark. Что-то вы не допечатали. Dark, green, yellow, black and white, gray. Silk. Шелковый. Игорь. Никита Фрэнч. Choose the fact adjectives. Ну, подождем еще немного. Какие будут ответы. Вы абсолютно правы. А теперь те же самые предлагательные, но другое задание. Choose the opinion adjectives. Choose the opinion adjectives. Людмила написала нам фактически прилагательные. Dark, green, black and white. Smart. Are you sure about smart? Gray, yellow. Nice, Ольга. Fantastic. Choose the opinion adjectives. Subjectivial. Lovely. Ольга написала нам trendy, Алена. Fantastic. Fantastic. And what about old-fashioned? Как вы думаете, что вы думаете насчет такого прилагательного, как old-fashioned? Fantastic. Smart, beautiful. Beautiful. Lovely, Лауре Роман. Old-fashioned. So, let's see the answers. Давайте посмотрим ответы. Fact adjectives. Dark, tiny, green, woolen, leather, French, denim, silk, yellow, baggy, floral, patched, striped, grey, black and white, loose. And opinion adjectives. Smart, scoffing, неприятный. Stylish, trendy, beautiful, fantastic, nice, old-fashioned, lovely. Обратите внимание на прилагательное old-fashioned. Старомольный, да? Это субъективное прилагательное, в отличие, например, от слова, от прилагательного vintage. Винтажный. Оно говорит о возрасте. Sometimes we use two or more adjectives together. Иногда мы используем два и более прилагательных. My sister bought a nice new coat. Моя сестра купила красивое новое пальто. Understanding a fact and opinion adjectives helps to put adjectives in the correct order in the sentence. Понимание значений фактических, субъективных, прилагательных, помогает нам располагать их в правильном порядке. Мы, собственно, переходим к следующему разделу нашего вебинара. Это порядок прилагательных предложений. Very often we put fact adjectives in this order. Очень часто фактические прилагательные располагаются в следующем порядке. Size. How big? Прилагательные размеры и длины. Big, small, short, long. Обычно идут перед прилагательными формы и ширины. Slim, loose. For example, a big, loose jeans. Большие, мешковатые такие же джинсы. Age. How old? Какого возраста? New, old, vintage. A beautiful vintage evening dress. Красивое винтажное вечернее платье. Shape. What shape? Square, round, rectangular, flat. A square back. Пожалуйста, напишите в чате ваши примеры прилагательные, которые бы отвечали на вопросы how big, how old, what shape. Жду ваши ответы в чате. Итак. Size, age, shape. How big, how old, what shape. И так, у кого-нибудь есть примеры? She's young. And what about Clovis? А что относительно одежды мы можем применить? Может, у вас повозникнут какие-нибудь примеры в тему нашего вебинара? She's young. Как раз многие в этом примере роман прилагательные young идет после глагола be. Или she's a young lady. Она молодая девушка. Тогда уже идет непосредственно перед существительным. Big. Small. That's right. Давайте напомним еще раз, что прилагательные размеры и длины обычно идут перед прилагательной формой и шириной. A big loose jeans. Big size. Еще раз, да. Итак, еще будут примеры? Продолжаем дальше. Color. What color? Какого цвета? Low, pink, yellow, crimson, mulberry. When there are two color adjectives, we use and. A big green and yellow hat. Два прилагательных цвета соединяются словом and. Три и более прилагательных. Цвета разделяются запятой. Перед последним идет and. A white, grey and green blouse. Запомните, пожалуйста. Если у нас несколько прилагательных цветов, мы соединяем их с союзом and. Если три и более, то через запятую и перед последним мы ставим and. Пожалуйста, ваши примеры прилагательных цвета. What color? Color. Color is black. Is black and yellow? What? A black and yellow. Если у нас стоит неопределенный артикль, то что существительное нужно, которое описывает? A black and yellow hat. Черно-желтая шляпа, например. Brown cow. A brown cow, например. Коричневый. She's primal color of Claudius' pink. Orange shorts. A cup of mustard. The flag is blue and yellow. That's right. Может быть, вы поделитесь знаниями необычных цветов. White, green, black and red dress. Совершенно верно. Через запятую и перед последним мы ставим слово and. And. Иногда мы можем наблюдать, что пунктуация как в русском языке, так и в английском языке может совпадать. Иногда бывает несовпадение с пунктуацией. All this sucks. Suck. Ага. Nice color. Nice color. So, let's go on. Давайте продолжим. What is made of? Из чего сделано? Plastic glass. Wooden. A large red plastic bag. And purpose. Назначение. What it is used for? Для чего используется? Ну, это предлагательное, очень такое трудное, редко встречается, но ставится в самом конце. For example, long evening dress. Длинное вечернее платье. То есть назначение его для вечера. Вечернее платье. Я увидела большую шляпу в витрине магазина и сразу влюбилась. Здесь мы видим пример размера. Size type of adjective. Put in bells new pants. Age type of adjectives. Надень эти новые штаны. Те новые штаны. Мэри любит надевать белые платья, носить белые платья летом. I like those baggy jeans. Shape type of adjective. Размер. Для формы. Простите, форма. Мешковатые джинсы. Я люблю тебе мешковатые джинсы. Tom brought a silk robe from his trip to China. Material type of adjective. Tom привез шелковый халат из своей поездки в Китай. She was dressed in a Japanese kimono. She was dressed in a Japanese kimono. Original type of adjective. Она была одета в японское кимоно. Алла, пожалуйста, обновите страничку или зайдите снова. Проверьте соединения, наушники, колонки. Включен ли звук на ладжете. Общая пара гласит, что если фактическое и субъективное прилагательное употребляется в одном предложении, то прилагательное, субъективное прилагательное ставится перед фактическими. Сначала у нас идут субъективные прилагательные, потом фактические в том порядке, который мы только что с вами рассмотрели. Запомните, это правило, общее правило. Ну, из каждого правила есть исключения. Давайте выполним наше следующее упражнение. Choose the correct variant. Вы можете писать здесь полностью ответ. Это будет только привет ситуация. Или же просто номер. A silk new comfortable dress. A comfortable new silk dress. A comfortable new silk dress. A comfortable is a pinion adjective. Это субъективное прилагательное. New age silk material. Сначала идут у нас возраст, потом материал, из чего сделано. New silk dress. That's right. A gold unusual ring. An unusual gold ring. A gold unusual ring. An unusual gold ring. An unusual gold ring. Opinion adjective. Opinion adjective, unusual необычный. And material gold. Black leather gloves. Leather black gloves. Black leather gloves. Black leather gloves. Так, здесь у нас мы не расстелились. Black leather gloves. Black leather gloves. Сначала идут. It's color, цвет, then material. Потом из чего сделано. A yellow ugly dress. An ugly yellow dress. A yellow ugly dress. An ugly yellow dress. Opinion adjective. Субъективные прилагательные идут перед фактическими. An ugly yellow dress. An ugly yellow dress. Opinion adjective. Opinion adjective. And fact adjective. Column. A nice new green sweater. A green new nice sweater. A nice new green sweater. A green new nice sweater. Так. Активно у нас вискакивает от этого. A nice new green sweater. Nice opinion adjective. Субъективные. New age. Green color. And in humorous red and yellow umbrella. A red and humorous yellow umbrella. Угу. Угу. Здесь вовремя голосовая. Выбрали первый вариант. And in humorous red and yellow umbrella. Совершенно верно. Усложняем нашу задачу. И выполняем следующее упражнение. Put the words into correct order. Пожалуйста, расположите слова в правильной паралетке. Put the words into correct order. Здесь вам нужно напечатать все предложения. Итак, я жду ваших предложений в чате. Stylish leather looking for a bag as she is black. Итак. Продаем это задание. Stylish leather looking for a bag as she is black. Итак, я жду первый ответ в чате. Пожалуйста, номер А. The whole sentence. Все предложения полностью. Кто же у нас был первым? She is looking for a stylish black leather. Даяна. Несколько слов пропущено. Анастасия предлагает нам вариант. She is looking for a leather bag as stylish black. She is looking for a stylish black leather bag. Игорь потерялся неопределенной артинкой. София. She is looking for a stylish black leather bag. She is looking for a stylish black leather bag. Так, Делина дает нам вариант. А перед стайлиш. Игорь поправляет. Да, правильно. Поправочка. She is looking for a stylish black leather bag. Именно в таком порядке. She is looking for a stylish black leather bag. Lovely, this, my, is, silk, sister's, long dress. Lovely, this, my, is, silk, sister's, long dress. Помним, что субъективные, прилагательные идут перед фактическими. Итак, жду вашего варианта ответа. Lovely, this, my, is, silk, sister's, long dress. My sister is lovely, this, long dress dress. And I'll make you show me a little bit. Don't be in a hurry. Не спешите. No. И подоспел. Итак, варианты. Lovely, this, my, is, silk, sister's, long dress. Lovely dress, my sister's, is, long and silk. Людмила, подумайте. This is my sister's, silk, lovely, silk, long dress. Я думаю, что у нас есть, помените. This is my sister's, long, lovely, silk dress. Немножко с порядком. Lovely, silk, long. Сначала у нас идет размер. Потом идет из чего. Друзья. Друзья. This is my sister's, lovely, long, silk dress. Следующее предложение. Blow out his jeans, not a dirty. Blow out his jeans, not a dirty. Blow out his jeans, not a dirty. Пожалуйста, ваши ответы в чате. Итак, кто у нас будет первым с этим предложением? Blow out his jeans, not a dirty. His old blue jeans, aren't a dirty. Роман, предлагает нам. His old blue jeans, aren't a dirty. His jeans aren't blue, aren't a dirty. Роман, подумайте. И олено подумайте. Много. His old blue jeans are not dirty. Марина предлагает вариант. His old blue jeans are not dirty. Aren't dirty. That's right. И последнее предложение. Сильва, май, э, хэс, антик, грандмада, фэнтэстик, рэйн. У нас переглядация немножечко сжалась. Фэнтэстик, рэйн. Картиночка закрыла... Фэнтэстик, рэйн. Допишу вам в чате. Фэнтэстик, рэйн. Сильва, май, э, хэс, бутик, грандмада, фэнтэстик, рэйн. Итак, ваши ответы. Я думаю, что у нас роман сегодня дал первую. Винчатный вариант. Май, грандмада, хэс, антик, фэнтэстик, рэйн, силва. Мы спросили, подумайте немного. Май, грандмада, хэс, а фэнтэстик, антик, силва рэйн. Так. Ну что ж, на этом наше упражнение закончилось. Я думаю, что вы усвоили, что такое предлагательные adjectives. Виды предлагательных. Fact adjectives and opinion adjectives. Запомнили основное правило, что субъективные прилагательные употребляются перед фактическими прилагателями. Opinion adjectives go before fact adjectives. И запомнили порядок. Прилагательных, фактических прилагательных. Конечно, все они в одном предложении могут и не располагаться. И нарушение порядка это тоже возможно. Язык это живой организм. И исключение из правил ему характерно. Что ж, переходим к заключительной части нашего вебинара. Это стили одежды. Dress coats. Casual wear. Casual wear is a dress coat category that comprises anything not traditionally appropriate with more formal dress coats. Formal wear, semi-formal wear or informal wear. It may be referred to as leisure wear. Casual это самый распространенный и популярный стиль. Предполагает современную, повседневную, практичную и удобную одежду. Может также рассматриваться как одежда для отдыха. The word casual may be defined as anything relaxed, occasional, spontaneous, suited for every day we use. Sometimes it is also called informal. Слово casual имеет значение обыденный, повседневный. И в контексте одежда может иметь значение также неформальным. Если мы говорим о стилях одежды. There are several types of casual wear. City casual. Городской повседневный стиль. Smart casual. Элегантный повседневный. Or business casual. Можем встречать такую характеристику, которая может описываться как дресс-код рабочая пятница. And sport casual. Это повседневный стиль с элементом спортивного. Но этот стиль не предполагает занятия спортом. Please pay attention on the word sport. Пожалуйста, обратите внимание на слово спортивный. Это в контексте темы одежды и обуви относится не для занятий спортом. Может относиться не только для языка, как для занятий спортом. Но и имеет как не классические, не строгие формы. Когда мы говорим спортивная куртка, sport jacket. Мы подразумеваем какой необычный крой, не классический крой, наличие карманов. Если говорим о той олимпийке, в которой мы выходим на пробежку, то говорим check check. Casual. City casual. The first rule of casual dress right now is that there are no rules. Первое правило повседневной одежды здесь и сейчас это никаких правил. You can quite literally wear what you want and be considered casual, but therein lies the problem. Вы можете буквально носить то, что вы хотите и вас будут считать casual, да? Обычным, практичным, повседневным, но в этом и заключается проблема. There is no direction, no predefined set rules. Нет здесь никаких направлений, нет крайне определенных правил. But to stand out in casual wear, conversely, takes a bit of effort. Но выделиться в повседневной одежде, наоборот, это требует больших усилий. There are some useful words for city casual dress cards. Обратите внимание на слайде полезная лексика предметов одежды, которые может характеризовать dress code city casual. Pull a shirt. Рубашка пола. Джекет. Куртка. Парка. Парка. Pull a white sweater. Boyfriend jeans. Широкие джинсы, свободные с посадкой. Также можем их называть в русском языке, это уже есть такое. Boyfriend. Slim skinny tie jeans. Русские облегающие джинсы. Wide leg jeans. Джинсы с расширением от бедра. Maxi. Maxi skirt. Mini. Mini skirt. Dresses, gowns, платья. Serafan. Jumping dress. Pinafore dress. Or just sun dress. Stepless dress. Платье без бретели. Swing blouse. Блузка широкая округа. Освободная. Cardi gown. Cardi. Cardi – это больше разговорное слово. Sleeveless jacket. Без рукавка. Chinos. Vicky chinos. Panskirt. Shirt dress. Платье-рубашка. Slim dress. Платье комбинация. Smart casual. Elegant casual. Heels or flats are appropriate for a smart casual look. And so are jeans when worn with a blazer. Каблуки и балетки также походят для элегантного повседневного образа, как и джинсы с пиджаком или blazerом. You should avoid full-length gowns and too much glamour. Следует избегать платьев полный рост и useless glamour. Vicky men can wear denim, chinos or sewed pants with a shirt, long or short sleeve. Мужчины могут носить джинсовые брюки, брюки chinos или классические брюки с рубашкой, длинной и короткими колонами. While tailored pants are natural choice for smart casual outfits, jeans can also work. В то время как сшитые по фигуре брюки являются естественным выбором для элегантного стиля повседневного. На джинсы тоже могут подойти It can be a slim or skinny pair of jeans in a dark hue, such as indigo or black. Это могут быть узкая пара, темные джинсы, темного оттенка или например цвета indigo или черного. Also ensure that they aren't ripped or frayed. Кроме того, в божестве убедитесь, что они не порваны и не изношены. Then pair your jeans with a sophisticated shirt, blazer and heels for women to complete your outfit. Затем дополните джинсы с рисковной рубашкой, пиджаком, луками для женщин, чтобы завершить образ. Мы посмотрим с вами на лексику. Column dress – прямое платье футболляр. Также в платье футболляр She – blouse She meets – женская рубашка Dess shirt Рубашка классического кроя Business suit – деловой костюм Casual suit – повседневный костюм Two-piece suit – это дамский костюм, юбка и жакет Hold Hold on Pencil skirt – юбка-карандаш Hills – туфли на каблуках Больше разговорное слово Flats – туфли на плоской подошве или балетке Тоже является частью разговорного английского языка Spot casual If you are looking for more of an effectless look But don't want to look like you've just drove out of the bed Try layering up a hoodie With a black biker jacket With a pair of dark navy or black skinny fit jeans Если вы ищете более легкий, удобный образ Но не хотите выглядеть как будто только что встали с постели То можете надеть худи с байкерской черной курткой И темно-синими или черными облегающими джинсами You'll get more of a dressage Finish and look cool all at the same time Вы будете выглядеть Ваш образ будет совершенным, четким И вы будете выглядеть круто одновременно Layering is key to dressing up a hoodie So try to opt for one with thin material As you don't want to end up overwhelmed in too many layers Слои это ключ к спортивному повседневному стилю Но, пожалуйста, выбирайте худи из тонкой материи Так как в итоге, если вы в итоге не хотите перегреться Просто-напросто перегреться Stick to a neutral collar hoodie and team it with a light denim jacket Наденьте толстовку нейтрального цвета и легкую джинсовую куртку Go on step further and dress up the hoodie for a more sophisticated look with a bomber or trench coat Можете пойти дальше и надеть худи с изысканным пальтом или бомбером You can look casual and get your legs came down all at the same time By pairing a simple colored or logo printed hoodie with a pair of chinners and fresh white trainers Вы можете выглядеть непринужденно и одновременно расслабленно Сочетая однотонную толстовку или толстовку с логотипом С парой брюк chinners и новенькими белыми кроссовками T-shirt Bamba Anorak Куртка с капюшоном или anorak Hoodie Trench coat Shorts Shorts Слэкс Широкий свободный мульти от слаксов Wind cheetah Wind breaker Wind breaker Ветровка Wind cheetah характерна для американского варианта языка Switch shirt Толстовка Или switch shirt Leather jacket Кожаная куртка Whisk jeans Бутертые джинсы Потертые Формальный стиль одежды Business attire The first to the clothing that employees wear to work Под деловой одеждой И под классическим стилем Формальным стилем одежды Поднимается та одежда которую сотрудники надевают на работу These dress coats range from traditional and formal to smart casual, business casual and casual depending on the workplace Various levels of the formality Стили варьируются от традиционного и формального до элегантного и посредневного, делового и посредневного в зависимости от места работы и уровня формальности Traditional business attire consists of For men Formal suits Строгий костюм Tie Гавстук Business shirt Классическая рубашка Leather dress shoes Классические кожаные туфли For women Для женщин Skirt suit Seat With formal business blouse Also tops Деловой костюм с юбкой или брюками И строгой блузкой и удобом Stockings Чулки Closed toe and heel leather shoes Кожаные туфли на каблуках с закрытым носом Smart casual business attire Just a step down from traditional formal attire consists of Элегантный Business casual Это легкий шаг чуть ниже от традиционного формального стиля одежды Что же характерно для мужчин и женщин For men Jacket with a tie Jacket with a tie Tye Dress pants Button down or traditional business shirt or nice turtleneck Классическая виловая рубашка на полувицах или водолазском Dress shoes Классические туфли For women Jacket or dresses sweater Куртка, жакет или модный свитер Dress pants or skirt Классические брюки или юбка Обратите внимание на слово dress В изучении классические В контексте одежды Blouse Плоско Shirt Рубашка Top Or turtleneck Топ или водолазка House Колготки Dress shoes Тухли Именно классические тухли Dress shoes Business Casual attire Ещё один шаг От строгости К послаблению For men Cockies Cockies Брюки цвета hocking Shirt or golf type Shirt with colors Рубашки или тенниски Футболки такие с воротничком Sweaters Sweaters Vests Informal jacket and tie Непормальная куртка Деспортивная куртка и косток Leather shoes and accessories Кожаные туфли и аксессуары For women Pants or skirts Кожаные туфли и аксессуары Кожаные туфли и аксессуары Casual business Smart casual attire Стриэн Кожаные туфли и аксессуары Кожаные туфли и аксессуары Кожаные туфли и аксессуары в сандали, athletic wear, спортивная одежда, элементы спортивной одежды, for women, casual pants, skirt or jeans, flowers or tops, sweatshirts, casual shoes, повседневная одежда, повседневная обувь. Итак, с лексикой мы с вами закончили. И в заключении нашего вебинара я предлагаю вам несколько полезных фраз, для того, чтобы кому-то сделать прекрасный комплимент. Выглядит просто великолепно, как отполировано с чем-то, да? И назвать пример одежды. To look like one million dollar. Everywhere you go. Выглядит на все сто. Куда бы ни пошел. To be the boldest one in the room. Быть самым смелым в плане своего образа, да? Иметь смелый образ, смелое выражение своего образа. To look great on you. Что-то смотреться замечательно на вас. To look so good. Можем сказать о человеке или о предмете одежды, которую он наделал. To be the most fashion-forward person in the room. Быть самым-самым модным, самым продвинутым трендсеттером в каком-либо помещении вообще, в комнате. That's all for today. Thank you for your attention. Спасибо за ваше внимание. Если у вас возникли какие-нибудь опрессы, пожалуйста, напишите их в чате, я готова на них ответить. Итак, запись вебинара будет размещена на сайте Ешка в ближайшие рабочие дни. Thank you. Пожалуйста, вопросы. Thank you. So, have a great weekend. And bye. 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 Продолжение следует...